Ну, я бы не сказал. Почему? А че Москва плохая? Так же собрался, приехал. Не, я не вижу, что если там посередки. Потому что, ну, по моему опыту... Ну, на поезд сел, вот с Женей сегодня разговаривал, на поезд сел с Украины, до нас доехал, как делать нечего. Самолета прямого нет. Все, то есть, а что в Минске? Что в Минске? Минска две тысячи, два миллиона человек. По крайней мере, по моему опыту, большинство все-таки пили из Украины, которые на Амазоне сидят. Ну, я не знаю, я как бы Россию качать хочу, а мне Украина, она раскачана, ну, круто. Я слышал очень много в Украине дропа, онлайн-арбитража, мне вообще эта тема неинтересна абсолютно. То есть, я как бы даже не знаю, я не против абсолютно любых участников, но просто информацию получить мне оттуда, я не знаю какую. То есть, пока никак не пойму, что бы я хотел оттуда узнать. Вот, сколько раз я слышу, такое практическое его применение для привата я не вижу. Вот, из-за этого... Ну, так сказать, что вот исходя из моей статистики, да, после наших вебинаров люди, которые подписываются, ну, наверное, 80% пользуются в Украине. Да, с Россией очень мало, эту тему, так мы и занимаемся, мы двигать тему хотим. Я считаю, это достойное дело, очень достойное. Очень крутое, очень достойное, нормальное, очень много высокообразованных людей, очень много людей со знаниями. Еще есть тема такая, что и производителей двигать надо, и тех людей, которые хотят новый канал избыта искать. А еще есть тема, это люди, которые реально спецы, например, там, я не знаю, по дворцу там, там, фотографы. Ну, и не важно, кто там онлайн, который этим занимается, маркетологи, которые хотели бы давно попытать свое счастье на Европе, на Америке. А у них клиентов нет, потому что они там никому не нужны. А клиенты, которые у нас там какие-то производители, они сами толком не знают, это или монстры какие-то вылазят, или еще кто-то, или еще кто-то. А у нас здесь все, все вот эти вот люди, это клиенты вот этих людей. В Америке нам нанимать тоже непросто, это денег серьезных стоит. Вот, так нам проще своих тянуть туда, которые действительно лучшие, которые, конечно, не у всех получатся, но тести, 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 то же самое, как у нас. У нас что, на Амазоне у всех получается, что? Ну, это только, наверное, на рекламных брошюрах. Там, я не знаю, заплати 2000 за обучение, 3000 вложи в товар, сделай 10 отзывов и запусти PPC. Ну, блин, так, мне кажется, уже все понимают, что это не работа, это не рабочая схема. Рабочая схема – это много-много знаний и правильное их применение, точечно. И при условии, что иметь в запасе еще как минимум несколько стратегий, чтобы хотя бы откатиться с минимальными потерями и заново повторить, не используя этого. А то, что он в Украине больше, да однозначно, конечно, тут и говорить нечего. Ну, я же не в Украине, я же не могу это самое. Мне, например, там на Украину лететь три раза, три туда, в одну сторону. Я что, извращение, что ли? У меня есть там напарни, которые там, Женя в Киеве все это организовывает, Денис в Минске, я в Саратове, ну, в Москве, то есть в России, а этот, как его звать, Денису до нас долететь там, как делать нечего. С Минска самолет стоит в два раза дешевле, чем с Саратова. О чем говорить вообще? Ну, то есть, у нас такая страна специфическая, что тут говорить? Ну, еще раз говорю, с Украины приехать в Россию вообще проблем нет. Здесь всем по барабану, а вот с Россией в Украину доехать – большие проблемы. Как я понимаю, по крайней мере, со слов многих. Вот, и зачем мне это надо геморроид? Все, поехали. Всем привет, сегодня у нас 26 марта, тема PPC Tools. Разработчик расскажет, какие изменения у нас прошли, какие улучшения нас ждут. Ну, поехали. Да, всем привет. Собственно, если с последнего вебинара у нас много что изменилось, это было, по-моему, где-то 3 недели назад, но наши юзеры уже заметили, у нас абсолютно новый дизайн. Многим он понравился. Мы, по крайней мере, не слышали еще ни одного отрицательного отзыва, что он был хуже, чем старый, но, тем не менее, мне лично он нравится гораздо больше, чем предыдущий. Во-первых, он стал заметно удобнее. Ну, например, можно показать на примере тех же наших одиноксер-термсов. Стало все гораздо удобнее, все стало информативнее и красивее, можно сказать. Самое главное, что вылезает много информации в один экран, и все данные, они получаются под рукой. А сегодняшний вебинар я хотел бы посвятить, собственно, то, чего мы каждый раз посвящаем. Это у нас, я так понимаю, 80% людей, которые нас слушают, ну, не скажу, что новички, но люди, которые не слишком давно пользуются PPC, не очень, скажем так, это не гуру PPC, а люди, собственно, начинают только свой путь. А вот кого-то я там слышу все время. Сейчас я посмотрю, уберу секунду. Так, мутал. Включи микрофон свой. Да, включил. Поехали. Все, теперь меня слышно, отлично. Основное изменение, то, что произошло, те, кто с нашим софтом пользуются, они это заметили. А сейчас я хотел бы рассказать о основной фишке, о том, как раз вот сейчас оно в бете, мы завтра, вот этот семинар будет показан, как это все работает, завтра мы будем выкладывать. У нас снова функционал. Это вот, собственно, то, о чем я рассказывал в предыдущем вебинаре, то, что мы делали, учили сделать руками. Мы вводим этот функционал, который будет это делать все автоматически. В основном аккаунте сейчас его увидеть нельзя, он появился только в бете. В бете вы также имеете доступ, вы можете тестировать, но мы планируем завтра уже его выкатить на основной. О чем идет речь? Вот я сейчас в наших быстрых восьмерках. Так, не разлогинила, сейчас я обратно залогинюсь. Секундочку. Разлогинила. Ну, пока она там логинь-сказлогинится. Напомню, о чем у нас была речь на предыдущем вебинаре. Мы рассматривали стратегию, которую вел еще Брайан, ну и, собственно, она сейчас рабочая. Это стратегия с тремя уровнями компании. Первый уровень компании – это компания, так называемая, Discovery. То есть это когда мы берем автоматическую компанию, автомат, и Amazon для нас добывает какие-то новые ключевики. И мы смотрим на поведение этих ключевиков. А, точнее, не на ключевиков, но на поведение этих херстерксов. Ну, собственно, здесь мы как раз это рассмотрим. Меню кампансии. Еще раз напомню, это бета у всех есть доступа в бета, кто хочет пользоваться бета ради бога. Просто надо добавить три восьмерки. Диэль с три восьмерки вы получаете доступ к бете. Если вы не хотите беты, вы тот же сам функционал получите завтра ближе к вечеру на основной версии. У нас появились три новых кнопки. Это New Discovery Campaign и New Research Campaign. Собственно, что такое Discovery Campaign, кто не смотрел прошлый вебинар или забыл, я еще раз объясню. Это компания, которая, собственно, собирает все ключевики, которые могут нас заинтересовать, не ключевики, а серферсы, которые нас могут, в принципе, заинтересовать. Как она, эта компания, выглядит? Это обычно автокомпания. То есть вы фактически стартуете для своих работов в новую автокомпанию. Бит там достаточно небольшой, то есть до одного доллара там может быть бит. Но если у вас супер высококонкурентный продукт, то он может быть ближе к доллару. Но обычно его там 0,75, а теперь только один доллар составит бит. И бюджет, ну, там может быть 10-20 долларов в день. То есть это, в принципе, небольшой такой бюджет. И компания сама по себе небольшая. В чем ее основной смысл? Она для вас, то есть Amazon для вас автоматически на основании релевантности вашему листингу начинает подыскивать вам серферсы, ну, то есть фактически ваши будущие ключевики. И определенным образом, я опять же рассказывал в своем предыдущем вебинаре, вы начинаете из серферс-репортов, если вы пользуетесь там Excel или ручными, как-то скачиваете отчеты, вы все это начинаете потихонечку собирать. Либо, если вы пользуетесь нашим функционалом, вы можете просто это все делать автоматически. То есть фактически все то, о чем я говорил в предыдущем вебинаре, мы сейчас сделаем, чтобы это происходило автоматически. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Сначала мы ставим default bit, это, ну, какая-то ставка по умолчанию 0,75. Ну, это фактически мы образуем новую компанию. В этой новой компании мы ставим сначала какую-то ставку по умолчанию. Здесь же мы определяем дневной бюджет. Здесь мы начинаем выбирать продукты, собственно, которыми, которые у нас будут входить в эту discovery компанию. Ну, здесь, если у нас, например, ну, здесь какие-то тесты от того, фактически не продавают. Ну, вот, например, у нас три различных осина. Это один и тот же товар, это три child одного и того же товара. Каждый, то есть при создании этой компании каждый child будет помещен в отдельную от группы. То есть фактически у нас, когда создается, я сейчас не буду с exchanges нажимать, но если она может с exchanges, то создастся автоматическая компания, в которой будет три от группы, в которой будут вот эти три наших осины находиться. Что происходит дальше? Дальше происходит все, как я описывал в следующем вебинаре, только мы делаем это не руками, а это будет делать автоматически сама система. Что она будет отслеживать? Она будет отслеживать осины, то есть все расстройства, которые преодолели три так называемых триггера. То есть три условия. Первое – это они собрали больше тысячи посмотров, больше тысячи показов, они собрали хоть одну продажу, либо они собрали тысячу показов и еще какое-то условие. Это еще одно условие, оно связано, как обычно, с CTR-ом, то есть если у нас хороший идет CTR на каких-то ключевиках, то это уже становится довольно интересным для нас, и мы уже, ну то есть люди нажимают хорошо на наше объявление, дальше уже мы можем их помещать в следующий уровень компании. Следующий уровень компании называется Research Company. В принципе, у нас софт позволяет вам перепрыгивать с одного, то есть не обязательно ждать Discovery. Предположим, у вас такая ситуация, что Discovery вы уже сами делали до нашего софта, где-то вы собирали уже эти интересные ключевики, вы можете сразу уже начинать со следующего уровня с Research. Но мы сейчас не будем перескакивать, мы сейчас обсудим, что будет происходить дальше. Вы создали новую Discovery компанию, она создалась у вас на Seller Central, здесь ее пока нет, потому что обновление рассудки происходит. Ну я ее не создавал, но даже если бы я ее составил, здесь бы она не появилась, потому что она создается на Seller Central, на Seller Central у нас идет смехронизация рассудки, то есть на следующий день она появится уже в 50%. Что будет делать? Дальше роботы наши начинают следить за этой компанией, они отслеживают эти триггеры, то есть это либо сети, то есть тысяча показов, одна или больше продаж, либо там тысячи показов и высокий CTR, то есть если тысяча показов и высокий CTR, если тысяча показов и низкий CTR, то она будет их минусовать, потому что это уже неинтересно, ну естественно клики должны быть. То есть она будет минусовать эти слова, потому что они уже неинтересные, неиспециальные слова уже, они будут на вот этих подходах отсекаться. Дальше будет происходить следующее. Каждое интересное, потенциально интересное слово, которое будет найдено в Discovery Company, наша система автоматически будет помещать в Research Company. Как это выглядит? Когда вы зайдете в Server Central, у вас, вы увидите, у вас будет создано с таким же именем, предположим, это будет название там Discovery, список осинов, ну там либо это если у вас остальные оси, то один оси, если их несколько, то там будет какое-то рандомное цифры. И дальше с точно такими же ID, с точно такими же цифрами будет называться еще одна компания Research, куда будут складываться все интересные слова и Discovery Company. То есть чем это, ну не круто, но чем это удобно? То есть вам не нужно самим сидеть и постоянно вытискивать. То есть обычно как это все происходит? Вы руками создаете эту автоматическую компанию, потом идете, ну либо опять же, если вы не пользуетесь каким-то софтом, вообще в Excel-сервис уйдете или вытискиваете. Если вы пользуетесь каким-то софтом, там нашим конкурентом, еще что-то, вы идете сюда и вот начинаете здесь лазить, смотреть, ага, вот какие, вот она моя компания, то есть выбрали подфильтру эту компанию, выбрали, соответственно, там, ну я там условно говорю, то есть выбрали компанию, нашли, вот они, кстати, эти ресурши компании, вот их здесь видно хорошо, как раз вот это уже автоматически создаваемо. Дальше вы уже начинаете это все. У нас с новым функционалом это делать все необязательно, потому что система будет автоматически, подсказать эти слова и создавать автоматически ресурш-компанию. Теперь вернемся, ну то есть еще раз, это все то же самое, что вы делали до этого руками, то есть теперь это уже происходит автоматически, то есть система сама для вас отбирает все потенциально интересные слова и складывает их в новую ресурш-компанию. Причем, как она их складывает? Складывает она теперь в следующий поле. То есть еще раз компания, это и компания по исследованию уже конкретных матч-таймов. То есть предположим, мы нашли какой-то интересный серф-терн, ну предположим, если мы торгуем там, не знаю, там чехлами для айфона, то это там айфон кейсис, мы нашли этот интересный серф-терн и теперь в ресурш-компании создается отгруппы, от каждой чайл досин. То есть если у вас там красный, синий, зеленый, предположим, чехлы, то под каждой из них создается, то есть всего у вас будет 9 отгрупп. То есть под синий чехол будет там группа там exact, phrase и broad, то есть под, соответственно, три матч-тайпа. И под каждую следующую осину у вас будет создаваться новый отгрупп. Ну, что будет происходить дальше? В этой ресурш-компании уже новый набор триггеров. То есть этот следующий этап, это те непонятные серф-терн, которые мы вытащили из Discovery. То есть мы не знаем, как они себя ведут, в каком они в матч-тайпе хорошо себя ведут, в каком не очень. Вот следующий этап как раз, который длится порядка месяца. Мы смотрим на эти ключевики, и мы понимаем, насколько они хорошо работают, есть ли у них, какой у них CTR, какой у них конверсия, какая у них там cost и так далее. То есть это исследовательские компании, которые опять же работают точно на таких же триггерах, но с несколькими другими параметрами, как работает в Discovery. Но в данном случае отличие от Discovery, то есть здесь мы уже их смотрим по каждому комплектному отштайну. Да, еще забыл сказать, что когда мы перетаскиваем, предположим, отсюда сюда, во-первых, мы не перетаскиваем никогда осины конкурентов, потому что это бессмысленная совершенно вещь, и они, то есть у нас система проверяет, если вы в какой-то ключевик, появляется осинный конкурент, то есть начинается там, как обычно осин, то, соответственно, она его никуда не тащит. Вот. А второй момент, что она их, соответственно, в ресерч-компании, когда мы уже в основную профитейбл-компанию вытаскиваем, она их еще дополнительно минусует, чтобы там не было никаких пересечений. В ресерч-компании абсолютно тот же самый набор правил, то есть наши роботы раз в сутки проверяют ресерч-компании для того, чтобы выявить потенциальных консенсуальных ключевиков. То есть, опять же, все то же самое, что я объяснял на прошлом вебинаре, руками, здесь все происходит автоматически. То есть разыскивает хорошие ресерч-тернсы, в определенном матч-штайбе их начинается складывать уже в профитейбл-компейн, точно так же начинается в профитейбл-компейн, и, соответственно, это те уже слова, которые себя показали хорошо в определенном матч-штайбе. Длительность ресерч-компании обычно составляет где-то порядка 4-6 недель, опять же, это все можно регулировать, там у вас будут настройки, вы можете регулировать все эти триггеры. У нас там по умолчанию стоят те, которые, в принципе, о которых я рассказывал на прошлом вебинаре, то есть и те отцепной для Discovery 0.7, для Research 0.4. Соответственно, вы все можете сами настраивать, зависит от вашей ниши, то есть, может быть, у вас будут какие-то другие цифры, это все настраивается, это все можно делать. Ну и самый последний пункт, здесь его, опять же, не профитейбл-компании, нет смысла здесь создавать, это обычно можно создавать компанию, соответственно, это профитейбл-компейн, она так называется, профитейбл, потом код, собственно, тот же самый, который был в Research & Discovery, и туда уже складываются слова виннеры, то есть эти golden nuggets, как говорится, то есть это золотые вот эти вот яйца, как у нас говорят, которые курочки несет, соответственно, вот они, которые будут приносить вам деньги, то есть это известно, уже известно в каких матч-тайпах, уже известно, что они прекрасно работают, а, и самое главное, что я забыл еще до этого сказать, это то, что все эти компании, Discovery, Research, они все ограничены по времени, то есть через какое-то время, опять же, настраиваться, после того, как фактически мы вывели оттуда же все хорошие слова, нет смысла тратить, потому что это все пожирает деньги, и все эти исследования, они каких-то денег едят, они не сказали, что они огромные деньги едят, но все равно это пожирает, через там 4-6 недель, зависит от того, что Discovery или Research, робот автоматически начинает снижать ставки, то есть если по умолчанию была, предположим, ставка там на Discovery, там день 0.75, там доллар, то потом оно подпускает туда 30-25 центов, там зависит, опять же, по умолчанию 30, и то же самое с Research, он точно так же опускает ставку, но за это время уже успеют, мы хотели найти довольно большое, на большое количество тех слов, которые, собственно, мы должны были исследовать, и после этого уже в Profitable компаниях уже, ну, самое правильно поставить на автомат, но опять же, вы можете сами регулировать ставки и так далее. Еще момент. Например, Research Campaign, почему он оденется, почему нельзя было только Discovery, почему можно иногда перескать и начинать сразу с Research, потому что, например, все вот эти сервисы, типа Sonara, типа Merchant Words, которые типа Google AdWords, у вас уже есть какой-то список, то есть не обязательно ждать Амазона, когда вам прилетает сейчас какой-то список слов, вы можете взять там с любого сервиса, с Sonara, там, какой-то длинный список слов, предположим, но вы опять же не знаете, в каких матч-стайпах они работают, с каким вообще работают они для вашего товара или нет, просто у вас вот есть этот какой-то список, это непонятно, что вы делаете, вы точно так же загоняете в Research Campaign сюда, то есть вы подгружаете вот этот предсторонний список слов и начинаете его исследовать, точно так же он будет смотреть по тем же самым осечкам, то есть просто он не забирает из Discover слова, а вы уже его подгружаете и смотрите, что происходит, по тем же самым правилам, то есть вы в дешевле компанию еще можете добавить эти слова. Это что касается функционала, то есть еще раз, это делать необязательно, вы точно так же можете, как вы всегда делали, просто это наш новый функционал, который в принципе, если вы начинаете какой-то новый товар, когда у вас, или вы просто начинаете знакомиться с PPC, может вам помочь. Еще раз, на основном сайте его еще нет, есть он на бете, мы не советуем для крупных каких-то компаний и так далее, поэтому лучше дождитесь, у нас там завтра, послезавтра он появится на основном, вот сейчас анонсировали и соответственно вы уже сможете этим пользоваться.